Всем привет, друзья мои, после небольшого перерыва. Небольшой перерыв был связан с очень вескими причинами. Я расскажу и поделюсь с вами попозже об этом. На меня пришло прозрение. Я очень много думала на эту тему и сделала кое-какие выводы. И поэтому, может быть, не снимала блоги. Только была в гостях у Натальи. После этого какой-то ступор, потому что я была занята более интересным делом, более познавательным делом была занята. И сегодня, посмотрев очередной фильм, я решила сделать такой завтрак. Замесила тесто. Мука у меня такая серая, как вы знаете. Надо ее тоже закончить. Замесила тесто и решила чуть-чуть... Вот сейчас у меня духовка греется. Посмотрите. Хачапури для Ашкыма. Сейчас она подходит. А это вот сделала с повидлом пирожки, а сейчас еще сделаю с картошкой пирожки. И что-то муза на меня нашла, можно так сказать. Ну и потом поговорю и открою весь секрет, что со мной произошло-то. Привет, друзья мои! Как? Со школы? Пью чай. Я Светлана Та. Урачусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. У меня еручка. С Новым годом! Спасибо, что вы были с нами. Остывает моя начинка, то я решила выйти на балкон и показать вам балкон. Вы, наверное, соскучились. Давно я не показывала. Сегодня в Мерсине ветер. Опять снова ветер. Вчера немножко пошел дождь и прекратился. Покажу мои цветочки, как они выглядят. Этот, как всегда, постоянно цветет. Этот тоже скоро созреет. А этот цветочек пока стоит на месте. Ну, а этот прямо растет и растет. Вот, беленькие тоже распускаются. Беленькие, желтенькие. И этот пока скоро-скоро распустится. В общем, все зацвело. Все зацвело. К 8 марту у меня будет много цветов. Так, а что тут у нас на балконе? Этот цветок я перенесла сюда. Вон что-то осыпался там. Падают листья, падают. Вот так вот. Мои дорогие. Похолодало даже сегодня. Уже остыла начинка. И займусь этими пирожками. Кушаю. И забыла вам снять. Какие у меня пирожки красивые получились. Ашкин половину поел, захотел. Вкусные пирожки. Безай, Машкин. С вареньем. Так я хотела душу сейчас. Ашкин чай дома наверх. Чешу, занимаюсь бизнесом. В такую погоду только мы сидим вот здесь вот и лежим. Занимаюсь я своими делами. Накушались я разных хачапури, пирожков. И лежим. А в 7 часов я захожу на вебинар, о котором потом поделюсь обязательно. Только после этого я вам расскажу, чем я занимаюсь последние несколько дней. Ашкин. Погода ужасная. На улице ветер. Мы вот кайфуем с ним. Ашкин мой поменял лампу. Пошел только за яйцами. А что он принес? Ну-ка сейчас посмотрим. Я ему сказала, Ашкин, я хочу мороженое. Он принес целую упаковку мороженого. Говорит, сейчас мороженое можно кушать. Я говорю, джаним и стиор. Вот такие. Как он любит вот эти вот говядину. Не люблю я говядину. Не люблю. Еще что купил мой Ашкин? Кофе. Окей. Еще что купил. Финиш для посуды. Входим сюда. Карабу, да. Это для меня хлебушек купил. Давно у меня хлебушка не было. Средство взял для посуды. Это для чистки машины. Вот именно нужно отдельно его включать вместе с ним. Купил чай для похудения. И колбасу опять взял. Это точно будет Дана. Он только любит Дана. Дана это корова. И это взял средство. Шампунь для себя взял, купил. Сейчас буду готовить. Знаете, что? Блюдо из ПП. Отварила предварительно. Сейчас яйца с молоком. И буду запекать. Здесь у меня супчик зеленый чечевик. Вот смотрите, сколько еды. Хачапури, пирожки. Ну, а так выглядит сегодняшний наш ужин в сыром виде. Здесь я три огромных яйца взбила. С молоком, наверное, стакан молока. Посолила, перец не делала, потому что Ашкам попросила вообще не добавлять бахарат. Так что потом по желанию можно посыпать. Чем хочешь. Вот такой вот у меня сегодня будет ужин ПП. Уважаемые мои друзья, подписчики, что со мной происходит эти дни, я вам сейчас все расскажу. В соцсетях я познакомилась и подписалась на одну очень замечательную женщину, Мисс Элегантность. Может, вы знаете, австрийская школа. И она очень красивая женщина. У нее такие всегда посты со смыслом. Очень много она подсказывает в жизни, как двигаться вперед, как что делать, как работать, как жить, как вести себя в той или иной ситуации. И вот она провела недавно, вот сегодня, вебинар на тему предназначения. Но это было бесплатно. Я зарегистрировалась, выслала на тесты. Я прошла три теста. Сделала скриншоты. И вот как раз сегодня вечером мы должны были собраться. Мы собрались на вебинаре на Ютубе. Что еще хочу сказать. Что она до этого дала нам 20 фильмов о смысле жизни, о своем предназначении. Из них нужно было посмотреть три. Один мультик я посмотрела и два. Очень хорошие фильмы. Я могу поделиться с вами. Это вообще я поэтому хожу в таком состоянии от их фильма. Пройдя тесты, я осознала. И, встретившись на вебинаре, сосчитав, ответив на какие-то вопросы, я нашла, оказывается, свое предназначение в этой жизни. Да, я двигаюсь в правильном направлении. Я уверенная в себя. Я уверенная в сегодняшнем дне. Я уверенная в своем будущем. И я двигаюсь в нужном направлении. Это я для себя осознала. Но вторая часть вебинара, может, не понравилась ни мне, ни многим женщинам. Там разыгрывали 50 тысяч рублей. И они решили пятерым по 10 тысяч разыграть. А также айфон. Говорили, что для всех будет разыгрываться айфон 12. Но, естественно, я в это, конечно, не верила. И правильно дело, что не верю. Потом, значит, когда приступили к розыгрышу, нам сказали, что сейчас начинается марафон 1 февраля. И давайте быстрее регистрируйтесь, чтобы пройти его. Те, кто хочет найти себя в этой жизни, целый месяц они будут помогать, вести. И только среди зарегистрировающих, и те, которые оплатят за курс, будут разыгрываться эти деньги и этот телефон. Ну, естественно, я столько сразу пишут сообщения и разочарованных женщин, что это нечестно, что вы обещали среди всех, а сейчас сделали более узкий круг. Таковы правила. Это, естественно, везде так. Не бывает сыр бесплатной мышеловки. Сколько раз я убеждаюсь, да, что-то интересное я взяла для себя. А дальше за все надо платить в этой жизни. Вы поймите, что так это происходит. Ну, никто не будет бесплатно что-то стараться для нас и чему-то обучать. Ведь это же тоже их кусок хлеба. Мы должны же это понимать. И я поэтому не обижаюсь ничего. Я просто прочитала эти сообщения ужасные там. И вспомнила также и свои сообщения, когда мне пишут, обвиняют меня в чем-то. Но такая ситуация, такая реальная жизнь. И что я хочу сказать, что мне этот марафон не нужен, чтобы я его начинала абсолютно, потому что я нашла свое предназначение в жизни. У меня есть канал, у меня есть подписчики, с которыми я хочу делиться. И когда я прошла тесты, это подтвердило мою суть, моего характера. У меня второй тип личности. Моя профессия врач. Моя цель и миссия в жизни – кому-то помогать. И вот я должна всегда о ком-то заботиться, о кому-то помогать. Но это и минус для меня, то, что я живу всегда ради кого-то. Это так, потому что я сейчас действительно, мой мозг занят помощью моей семьи. Но это и так и должно быть. И я всегда кому-то что-то помогаю. И я сейчас уже начала бороться с этим самостоятельно. Она и посоветовала мне начать менять свою жизнь и подумать о себе. Я уже начала этим заниматься. А так я всю себя отдавала кому-то. Так что, друзья мои, этот вебинар для меня принес очень большие тоже плюсы. Изъяла я из этого вебинара и плюсы для себя. И теперь я буду бороться с тем, что посоветовала эта миссия «Элегантность» Мари Бушер. Может, вы слышали ее. Австрийская школа. Можете зарегистрироваться. Кто хочет измениться, она поможет. И ее команда. У нее очень много людей, которым она помогает. Но действительно очень красивая женщина. То есть, ну... Вот ее смотреть надо. И вы получите огромное удовольствие. Ну, а также я рекомендую посмотреть вам фильм. Вот из трех тех первых, которые я посмотрела. Самый такой из них очень хороший фильм. Я даже в конце разревелась на эмоциях. Фильм называется «Ешь, молись и люби». От 2010 года. Главная роль это Джулия Робертс играет. Аж кем на меня смотрят, с кем я разговариваю. Аж кем в видеочеке. Кем я разговариваю? Я столько дней не разговаривала, а сейчас разговариваю. Так что, друзья мои, советую посмотреть этот фильм. Его можно найти в Гугле. Как я делала, искала. И Гугль выдаст вам очень много этих площадок, на которых вы можете посмотреть бесплатно. Так что вот такими делами я занималась эти дни. Сейчас тоже буду продолжать смотреть. Еще 17 фильмов хочу посмотреть. И буду вам рассказывать о каждом. И предлагать вам. Посмотрите для себя. Главное из этих фильмов я поняла то, что когда мы ставим какую-то цель в жизни, мы стремимся к ней идти. Я все это оценила. Сейчас проанализировала. Оно так и было. И я неправильно делала. Когда я добивалась чего-то, у меня было все. Какое-то терялось настроение. И я создавала себе новые цели. Так это неправильно. Мы должны жить каждым своим днем. И смотреть и радоваться, как цветок распустился. Как солнышко греет красиво. Как море волнуется. Мы должны получать удовольствие от каждого движения, что происходит сейчас, в эту минуту. А не ждать, когда цель наша какая-то исполнится. Я уже как-то сама начала действовать, так и жить. И это еще раз подтвердило, что я на правильном пути. Посмотрите эти фильмы. Это фильм о женщине, которая потеряла себя. Вроде бы я первый брак не получила. Второй брак. Ей наскучило. Она убежала в другие страны. Думая, что там она найдет свое. Она убегала от себя. Ну, посмотрите. Сами не буду вам рассказывать суть этого фильма. Очень интересная. Меняйтесь вместе со мной, мои хорошие. Жизнь покажется вам намного интереснее. Даже снимите розовые очки. И реально смотрите на жизнь с сегодняшним днем. Получайте удовольствие от сегодняшнего дня. А то, что вы добиваетесь каких-то целей, это, естественно, очень хорошо. Но вы радуетесь и сегодняшним днем. Вот в чем суть нашего предназначения. Предназначение еще в сути в том, что многие из нас занимаются не тем, что нам предназначено. Надо посмотреть свои интересы, пересмотреть. Может, вы будете на нелюбимую работу, начните любимую. А вы используете свои ресурсы для чего-то более лучшего. И вы будете получать удовольствие от вашей работы, как я сейчас делаю. Все. Буду заканчивать. Очень много наговорила. Всем пока-пока. Буду делиться своими эмоциями. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Светлана Ата. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok